Ну и пятый, значит, способ покидательный, когда сотрудники все это делают для того, чтобы уволиться и создать свой собственный бизнес, пойти вот по этой кривой дорожке, да, и Яндекс найдется все, значит, что делать, друзья, развивать, развивать, мы у себя делали так называемые факультеты роста, 4 факультета, авторский, спикерский, тренерский и управленческий, авторский факультет роста, мы делали полугодовую программу, в рамках которой мы учили человека писать обзоры, статьи там и так далее, больше того, мы ему помогали публиковаться, в том числе в оффлайновых изданиях бумажных, представляете, человек приходит домой и впервые в жизни приносит издание со своей статьей и фотографией, это невероятное событие, вот она, где уважуха-то, понимаете, со стороны семьи там, или родителей, если он еще с родителями, и, конечно, у него глаза горят, у нас был парень, который 5 из 7 контрактов притаскивал из собственного блога, потому что он вот так писал, он еще и дизайнером был, вот, и он делал там, ну вот дизайнерские проекты публиковал, значит, еще писал, и, в общем, ему народ валил, при этом он работал менеджером по продажам у работодателя, который вот такие вещи реализовывал. Спикерский факультет, все то же самое, только выступление учили, значит, учим выступать и засовываем на конференции, у нас есть менеджер по продажам, у которого есть собственное мероприятие, собственный бизнес-завтрак, каждую неделю проводит, вот, тренерские, мы учим учить продажам, и управленческие учим управлять, и вот этим людям невероятно интересно на работе, и как-то отходит на второй план, но я понимаю, что те, кому надо все больше, 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 они возраста очень зрелого, и у них, ну, как бы, понятие развития немножко по-другому, там, у них развитие дачи, например, вот, развитие автомобиля, значит, развитие, там, не знаю, какой-то альтернативной семьи, там, может быть, у кого-то, там, развитие детей, да, вот, но новая формация, в новой формации мы не ограничены возрастным цензом, мы можем брать молодежь, мы можем брать тех, кому надо что-то другое. Компания Intel постоянно отгрызает себе хвост, они снимают с производства очень востребованные процессоры, потому что запускают новые, еще более производительные, которые пока не востребованы, но должны быть еще более востребованы. Поэтому давайте отгрызать себе хвост, не, ну, не надо этого человека увольнять, да, но и завязывать на него бизнес тоже не надо, а то он станет реальным владельцем, а мы лишь номинальным, вот. Значит, и все всем интересно. Дальше. Человек хочет расти и по карьерной лестнице, есть разные способы, например, институт наставничества, это для тех, у кого есть потребность отдавать, и они реализуют себя, и им не должности не нужны, потому что должность это там дополнительные всякие плюшки, которые им, ну, как бы, обязанности, которые им не нужны. А здесь они отдают, 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 ну, что еще надо? Окей, значит, человеку нужен статус, но мы же в бизнесе, да, мы не в госах, вот. У нас могут быть новые направления, у нас могут быть новые регионы, новые продукты, да миллион всего, лишь бы фантазии хватило. И единственный ресурс, который ограничивает нас и наших сотрудников развитии, это даже не время. Время – это неограниченный ресурс. Утром проснулся, вот он, новый день. Фантазия. Все ресурсы есть, но нам не хватает фантазии, чтобы придумать, как до них дотянуться, как их получить, как обменять имеющиеся ресурсы на тех, которые у нас еще нет. А утром проснулся, новый день-то вот он, но если фантазия закончилась, с утра она не появится. Поэтому фантазия – самый ограниченный ресурс. Но ее можно проявлять, развивать и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok